Как признает министерство ЖКХ региона, коммунальная сфера Ульяновской области – одна из самых проблемных и финансово затратных для бюджета. Общий процент износа всех основных фондов перевалил за 65%. Задача министерства сейчас – держать, а еще лучше уменьшить разрушение всех магистралей за счет прокладки новых и реконструкции старых коммунальных трасс. Несмотря на поддержку из федерального центра, субсидирование и кредитование без повышения тарифов региону обойтись не вышло. Однако ставку ульяновской ЖКХ ставит именно на бюджетную поддержку. Ульяновская область готова к освоению бюджетных средств, поэтому мы уже сейчас сформировали все перечни объектов, которые требуют модернизации. И как только будет у нас программа федеральная, мы тут же подключаемся и начинаем в полной мере осваивать бюджетные средства именно из федерального бюджета. В общем, в Ульяновской области установилась средняя температура по стране. Тарифы вырастут на 9,6%. Для сравнения, у соседей по Поволжью разброс роста тарифов составил от 7,8% до 15,7%. Самый большой рост коснулся цены на отопление в зимний период, как наиболее затратный в бюджете региона. Порядка 1,3 млрд рублей ежегодно направляется только на подготовку к отопительному периоду. Эта цифра у нас не уменьшается уже на протяжении трех лет, и в дальнейшем мы планируем только наращивать ее. Тем не менее, в Ульяновской области продолжают сохраняться льготы и программы субсидирования на оплату коммунальных платежей для пенсионеров, сирот и отдельных категорий граждан. Существует обязательное условие льготы и субсидий в рамках предоставляемых граждан на расходы на оплату услуг, которые превышают 22% в совокупном доходе гражданина. Существуют компенсационные выплаты для отдельных категорий граждан, чьи расходы на оплату услуг превышают 10% отдельной категории пенсионеров, детей и сирот. Это 50% скидки на начисление платежей по коммунальным услугам отдельных категорий граждан. Статистика неумолима. Практика заморозки тарифов, которую пытались применить и в Ульяновске, в долгосрочной перспективе оказалась губительной для всех коммунальных служб региона. Ежедневные сообщения в социальных сетях от жильцов домов об очередном порыве водяной трубы или внезапном отключении электроэнергии говорят за себя. Остается надеяться лишь на то, что вырученные деньги действительно помогут региональным ЖКХ привести хотя бы полностью изношенные сети в порядок. Константин Никитин, Улл Правда ТВ